Все эти артефакты – результат долгого и кропотливого труда энтузиастов своего дела. Поисковый отряд «Обелиск» буквально по крупицам восстанавливает панорамы сражений Великой Отечественной войны. Части машины оборудования, элементы снарядов и останки бойцов извлекаются буквально из небытия. Двигатель поднят с 9-ти метровой глубины. Был он в глине, и за счет этого состояние двигателя просто идеально. При подъеме двигателя с него выливалось масло. Это двигатель от советского самолета Ил-2. Штурмовик до сих пор является самой массовой боевой машиной в истории авиации. С 41-го по 45-е годы было выпущено 36 тысяч штук. Самолеты Ил-2 нужны Красной Армии как хлеб, как воздух, говорилось в телеграмме Верховного Главнокомандующего. Через два месяца началось производство боевых самолетов. Сами конструкторы называли свою разработку не иначе, как летающим танком. Через некоторое время один из экземпляров легендарного штурмовика найдет свой покой и в Десногорске. Совет однозначно принял единогласное решение, что нужно реставрировать, и он будет у нас на Кургане Славы. В 2016 году при поддержке концерна Росэнергоатома, Смоленской АЭС и администрации города была дана жизнь новому проекту. Штурмовик Ил-2 должен стать частью экспозиции музея под открытым небом на Кургане Славы. Именно эта машина была найдена поисковым отрядом «Обелиск» в болотах Калужской области в 2015 году. Свой последний бой машина завершила относительно благополучно 20 августа 1943 года. Двигатель был поврежден в бою неприятелем, но это не помешало экипажу совершить удачную вынужденную посадку шеститонной машины. Есть описание его ведомого. Когда он садился на болото, он прикрывал его от мессера, потому что мессер пытался добить этот самолет, в общем, пытался добить экипаж. Но в итоге, так сказать, нашим ребяткам удалось вернуться в часть буквально спустя двое суток своим ходом. Найденный экземпляр покоился в заболоченной местности. За многие десятилетия природа и мародеры сделали свое дело. Машина лишилась двигателя. Многие детали были украдены или пришли в негодность. Вот досюда, отсюда, ничего не было. Низ тоже ничего не было. Все колотое, все разбито. Мы потом можем туда занырнуть, посмотреть, там, сварных швов просто очень вуйма. Здесь, получается, вот эта вот часть, тоже она была отсоединена, и она тоже ломаная на сварных швах, то есть сейчас у нас. Самолет создается по крупицам. Крупицам, оставшимся от этого и от других Ил-2. Работы проводятся по подлинным заводским чертежам. Здесь вот дальше у нас можно смотреть. Сейчас, секундочку. Это уже дальше, опять-таки, сам по себе центраплан идет. Чертежи, конечно, разобраться сразу невозможно. Нужно образование. Вот. Клепка, шаг, соответственно, размеры. Самое главное, это были для нас полностью, так сказать, выдержать размеры. Реставрация – это трудоемкий и кропотливый процесс. По силам он только профессионалам и фанатам своего дела. Когда Ил-2 поднимется на постамент на Кургане Славы, пока вопрос. Но то, что это произойдет, никто не сомневается. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.